Наш край славится известными людьми. Здесь и певцы, и поэты, и актеры, и деятели культуры, журналисты. В общем, можно перечислять долго. Но одного из самых известных мы отметим Тверского купца Афанасия Никитина. В этом году исполняется 550 лет с путешествия Тверского купца Афанасия Никитина в индийское государство Бахмани, которое он описал в путевых заметках «Хождение за три моря». Конечно же, как Тверь могла пройти мимо этого события? Было решено организовать выставку под названием «Индия-Россия. Глазами любви», куда мы с удовольствием отправились. Это был повод провести вот такой пленэр, посвященный 550-летию Афанасии Никитину. Здесь художники разные, от Владивостока до Калининграда. Разного возраста художники, разного направления, разных стилей. В течение года я изучала материал о Афанасии Никитине по его путевым заметкам, изучала те места, где он был, потому что в свое время я в Индии была два раза. Я сделала вот серию работ, посвященную «Хождение за три моря», начиная от Твери, через Иран, Индию. Работы, представленные на выставке, пленэрные. Вы можете себе представить, художники писали эти работы всего за каких-то 2-3 часа. Уму непостижимо. Выставка «Индия-Россия глазами любви» берет начало в проекте под названием «Русская Атлантида», главная цель которого – широко раскрыть тему утраченных памятников истории и культуры. Он существует уже три года и вовлекает в творческое объединение высокопрофессиональных мастеров художественного искусства, с каждым разом расширяя свои границы. Эта работа проделана прежде всего при участии такого замечательного талантливого человека, как Виталий Васильев, представитель Санкт-Петербурга. Благодаря ему у нас появилась такая выставка. Ну и, безусловно, это вклад нашей землячки, народной художницы Российской Федерации Людмилы Георгиевны Юга. В ноябре этого года в Государственной Думе Российской Федерации, в середине ноября, у нас эта выставка опять-таки будет представлена. Только представлена в еще более, скажем так, расширенном составе. Буйство красок, цветов, аутентичность образов завораживает. Все работы очень атмосферные. Посетив выставку «Индия-Россия глазами любви», захотелось стать частью представленных сюжетов. Как мне кажется, я вписалась бы в индийский колорит. Да и цвет моего платья уж очень подошел к данной теме. Ну а сейчас вас ждет традиционная рубрика «Творческая жизнь» киноконцертного зала «Панорама» и расскажет вам подробнее об этом Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья. Творческие люди утверждают, что в этом мире не существует ничего величественнее и прекраснее музыки, поэзии и любви. Они, подобно доктору, лечат душу и сердце. Магия их чудесного звучания не подвластна течению песочных часов бытия. Это глубинный монолог души, касающийся самого ее дна. И осенние концертные программы нашего зала пройдут именно под знаком музыки, поэзии и любви. Уже 1 октября в киноконцертном зале «Панорама» состоится яркий и познавательный концерт музыкальной зарисовки, который перенесет нас в далекую Испанию. Мы услышим традиционное фламенко и познакомимся с творчеством южных классиков. Музыкальная культура в Испании по праву считается одной из самых древних, пестрых и самобытных. Тысячелетиями разные племена вели территориальные войны на испанских землях, и каждая из них оставляла свой след музыке коренного населения. Григорианские церковные песни и полифонические сочинения эпохи Возрождения внесли академические каноны в традиционные песенные мотивы, но настоящие шедевры рождались в Испании в период расцвета народного театра. Какой бы ни была многогранная страна с ее различными регионами, традициями, обычаями и языками, музыка всегда будет ее зеркалом. Небольшое путешествие по истории испанской музыки откроет нам Испанию с неизвестной прежде стороны. Какой бы ни была профессиональная музыка в европейских странах, она рождалась в монастырях, которые в давние времена были не только оплотом духовной жизни, но и крупными центрами науки и искусства. Справедливости ради нужно сказать, что в наше время авторы обращаются к национальным истокам, появляются музыкальные зарисовки Испании в творчестве композиторов, поэтов и исполнителей. Чтобы больше узнать об искусстве этой солнечной страны и вживую услышать лучшие сочинения прошлого и настоящего, вы можете прямо сейчас приобрести билеты на концерт «Музыкальные зарисовки Испания» на сайте киноконцертного зала «Панорама». Эта программа создана лауреатами международных конкурсов Надежды Гулицкой «Сопрано» и Алексеем Соколовым «Классическая гитара». В ее основе песни Хаакина Родриго, Федерико Гарсиа Лорко, Мануэля де Фалья, Исаака Альбиниса и других испанских композиторов, а также сефардские народные песни. Название программы «Музыкальные зарисовки Испания» полностью отражает концепцию концерта. Собрана в единую композицию, музыка погружает в мир Испании благодаря тонко выстроенной драматургии. За основу исполнители взяли жизнь человека, в которой прослеживаются все этапы земного пути – детство, радость первой любви, рождение детей и, к сожалению, расставание, боль утраты. Доминанты программы служат вольной интерпретации исполнителей адажу из концерта Хаакина Родриго «Аранхуэс» и песни из цикла «Федерико Момпоусны солдата». Я всегда испытываю удовольствие, исполняя эту программу, даже завидую слушателям. Очень хочется самому учтиться в зале и ощутить атмосферу живого звучания. Не записи, а записи я слышал, а именно настоящего живого концертного исполнения. Все те, кто хочет получить разнообразный спектр чувств и эмоций, приходите на нашу программу, получайте удовольствие. Итак, 1 октября. Киноконцертный зал «Панорама. Музыкальные зарисовки. Испания». Следите за нашими анонсами, заходите на наш сайт. Оставайтесь всегда в центре событий, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! С вами была программа «Культфьюжн». Оставайтесь с нами и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!